Отныне армянские кинодеятели оценку своему творчеству смогут получить не только на иностранных кинофестивалях. У нас появилась своя национальная кинопремия. По масштабам, конечно, не Оскар, но значение кинопремии «Хаяк» нельзя недооценивать. Итак, 18 марта по инициативе Национального киноцентра Армении, Фонда развития национального кино и компании «Оранж Армения» Впервые в истории армянской кинематографии в Национальном академическом театре оперы и балета имени Спиндиаряна состоялось вручение национальной кинопремии «Хаяк». Сегодня для нас поистине большой праздник. Впервые в Армении мы попытались создать праздничный день для кинодеятелей, когда мы сможем по заслугам оценить их вклад в национальный кинематограф. Это должен стать ежегодным праздником, праздником возвышения наших деятелей в сфере кино. «Фильмы были отобраны по различным категориям. Заявки принимались и от продюсеров, и от киностудий. Заявители указывали, в каких номинациях они представляют свои фильмы. Это и было принципом отбора фильмов». У новой премии есть и своя награда – оригинальная статуэтка «Хаяк». Её автор – актриса Изабелла Нерсисян. «Хаяк» представляет собой 42-сантиметровую статуэтку из устремлённого ввысь постамента, на вершине которого установлен символ, олицетворяющий кинокадр в виде двух ладоней, соединённых кончиками указательных и больших пальцев рук в форму прямоугольника. Национальная кинопремия по задумке инициаторов будет вручаться ежегодно. Первая церемония вручения кинопремии была особой, ибо на ней была представлена вся отечественная кинопродукция, созданная за 20 лет независимости Армении. В будущем же претендовать на участие в отечественном кинофестивале смогут фильмы, снятые за предыдущий год, а также зарубежные фильмы, снятые по армянским мотивам и армянскими режиссёрами. Я считаю, что национальная кинопремия в своём роде уникальное явление, она была необходима. У нас есть национальный киноцентр Армении, который при поддержке Министерства культуры Республики Армения и личной поддержке президента Армении ежегодно выпускает множество новых фильмов. Конечно, это событие поможет продвижению национального кинематографа. Это огромный процесс. Кинопремия станет ежегодной, и естественно, и все те, кто связан с кино, будут ремиться к ней. Премии вручались в 12 основных номинациях. Отметим, что наибольшее количество статуэток по решению жюри получил фильм Арнольда Агабабова «Где ты был, божий человек». Помимо этого, за вклад в развитие армянского кино специальные премии получили Сос Сарксян, Альберт Макарчан, Артоваст Пелищан, Ливон Атоянц и Арман Манарян. Я приветствую рождение национального фестиваля, который называется «Гаяк». Очень прекрасно это, начало хорошее. Я думаю, что впоследствии он сыграет свою роль в становлении армянского национального кинематографа. Кинопремия нацелена на развитие национального кинопроизводства и выявление новых имён. К сожалению, за эти 20 лет мы отвыкли от качественных фильмов. Целое поколение выросло на дешёвых и пошлых сериалах. По мнению основателей кинопремии, она поможет привлечь зрительское внимание именно к качественному армянскому кинопродукту. Опыт фестивального движения в Армении показывает, что число наших сограждан, интересующихся элитарным кино, растёт из года в год, а зрительская аудитория пополняется молодёжью. Всё это, конечно, хорошо и здорово. И инициатива фестиваля, и торжественная организация – дело, естественно, необходимое, давно пора бы. Однако не укладывается ни в какие рамки и ни в какие человеческие понятия лишь одно. Почему для Софик Сарксян, известной зрителю по всем любимым фильмам «Наапэд», «Яблоневый сад», не нашлось пригласительного билета? Не говорим уже о почётном месте в первых рядах. Почему, предпринимая меры по возрождению национального кино, уважаемые организаторы и кинорежиссёры проигнорировали легенду нашего отечественного кинематографа, которая наблюдала за фестивалем, сидя на ступеньках лестницы в зале, донося, однако, до сцены истинные выкрики «Браво!». Странно, но ни у кого из них на наши вопросы по поводу произошедшего инцидента не нашлось достойного и убедительного ответа.